На библейский портал Экзегет поступил вопрос, можно ли верить в современные чудеса? Но надо понимать, что чудеса не по хронометражу, не по месту в истории делятся, а они свидетельствуют о том, что нечто, превосходящее законы нашего материального мира, в существование, в бытие этого мира вмешалось. То есть мир духовный оказал влияние на мир материальный. В современные чудеса мы обязаны верить просто за счет того, что есть жизнь на Земле, что просто такая наука, как биология, существует потому, что в рамках биологии, по сути, приостанавливается действие второго закона термодинамики. И вместо того, чтобы энтропия нарастала, и происходил некоторый распад, затихание и остывание, наоборот, клеточки делятся, даже в самом примитивном каком-то растении, не говоря уж о человеке, происходит рост, выделение энергии и какие-то действия. Это, конечно, чудо-чудо. Чудеса Божии постоянно нас окружают, что, как Господь, Он повесил Землю ровно на таком расстоянии от Солнца, чтобы она и не испеклась, и жизнь на ней не пропала, и, наоборот, не замерзла. Смотрим на Марс, смотрим на Венеру и видим, что эти планеты, конечно, для жизни непригодны, хотя, конечно, специальные приспособления, ну, для нормальной жизни, конечно, нет. И вот чудеса, как мы видим, вокруг нас и есть. И для этого их отрицать просто нелепо. Можно сказать, что нет, это вроде не чудеса. Просто у слова «чудо» тоже есть два разных определения. Чудо – это не обязательно нарушение всех физических законов, потому что, как Господь идет по воде, это настоящее чудо. Чудо, потому что человек должен, если он не перемещается с гигантской скоростью, скоростью такой, что просто преодолел всю нашу галактику за какой-то очень краткий промежуток времени, то он должен, конечно, быть проваливающимся под воду. Но Господь этот закон нарушает. Но другие его чудеса, например, исцеление, они вполне возможны, что Господь просто не нарушает, а управляет законами бытия. Потому что человек болеет, но организм ему не дает сил выздороветь, что организм его слаб. Но Господь прикасается к прокаженному, и такой иммунитет у прокаженного появляется, так начинает работать, силы очищает, что человек очищается, очищается от всего. Кровоточивая жена, ее только крови, которые не могли никакие травы, древние знаки остановить, она от этого останавливается. Что происходит? Просто некоторое от управления. И то же самое происходит и сейчас. Мы верим, верим, что Господь может вмешаться в нашу жизнь по нашей молитве или даже без нее и нас сохранить. Сохранить, потому что порой бывает чудо, кто-то нас одернул, остановил, мы не выскочили на земный переход, а там машина переехала на красный свет. Побежали бы на пять минут раньше, там на пять секунд раньше, попали бы под машину. Чудо, конечно, чудо. Поэтому, конечно, нам надо не искать каких-то особых чудес. Вспоминаем, как иудеи говорили. Вот, Господи, ты, конечно, исцеляешь, изгоняешь бесов, но это все не то. Покажи нам знамение с небес. А Господь им не показывает. Кстати, а при этом апостолам на Галилейском озере, посередине озера, где никто не видел из праздных цагалидатов, он берет и повелевает ветрам, они застывают, буря прекращается. Знамение с небес? Знамение с небес. Но он показывает тем, у кого есть вера. Поэтому по нашей настоящей вере Господь может нам явить чудеса. Если мы хотим запрашивать чудеса, чтобы, ой, Господи, ты нам пошли чудо, и тогда мы будем верить, так сорговаться не получится. Апостол Павел к Коринфянам, когда пишет, говорит, иудеи требуют чудес, а елены ищут мудрости. А мы проповедуем Христа разбятого для иудеев соблазн, для елена в безумии, потому что Господь принес величайшее чудо воскрешение человека, но он перенес это через крест, и через крест идет к воскресению. Иудеи говорят, нет, это не чудо, нам вот подайте такое чудо, чтобы царь воцарился на земле и все народы нам поработил. То есть Господь им дает великое чудо, они не хотят его брать. Поэтому мы не будем уподобляться иудеям, которые ищут чудес просто ради эффекта шоу. Мы не должны пытаться с Господом сторговаться, что, Господи, вот будут какие-то мы молитвы прочтем, и ты нам чудо посылай, потому что иначе мы попадаем в очень опасную ситуацию. Потому что духовное чудо, то есть вмешательство духовного мира в материальный, может исходить не только от Бога. Мы помним, что наша рань не против плоти и крови, а против духов злобы поднебесной. И поэтому лукавые бесы тоже это духовный мир, и они тоже могут вмешиваться в материальный мир, и Господь им эту власть попускает, об этом мы отдельно говорили. И поэтому точно так же мы еще вспоминаем ветхозаветные слова, что если восстанет среди тебя пророк или сновидец и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет, притом пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь и будем слушать им, то не слушай слов пророка сего или сновидца сего. Ибо через сей искушает вас Господь Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего от всего сердца вашего, и осей души вашей. Господь это может попустить, потому что порой и сами мы даже для себя не подозреваем, идем мы за Господом, потому что мы его искренне любим, или мы выполняем различные правила, предписания, читаем Евангелие, молимся, постимся, ходим в храм, там пятые, десятые, ходим в крестные ходы, ездим в паломничество, только для того, чтобы от Господа получить какое-то чудо, какую-то помощь. Потому что любовь, которая покупается, продается, это уже не любовь. Любовь продажная называется совсем по-другому, не будем это озвучивать. Мы же должны любить Господа искренне. И если мы ведемся на уловке, как мы знаем, Антихрист, он выйдет и будет великими чудельцами нам в откровении сказано прельщать людей. Нет, мы, или сам Христос говорит, восстанут лжехристы, лжепророки, и тоже многих прельстят. Будут многие чудеса. Отпадут те, кто не любит Бога, а тот, кто любит чудеса. Мы всегда следуем за Христом распятым к воскресению. Если на этом пути Господь нам пошлет чудо, слава тебе, Господи. Если не посылает, слава Богу точно так же, потому что Господь оберегает нас от лже-чудотворцев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова